всем привет вы на канале крипто комманс посмотрим что происходит с биткоином с рынками постараемся разобраться куда же пойдет цена хотя вы знаете что я вам скажу ребят это нереально никто не может знать куда идет цена тем более в краткосроке да у нас бывают технические отскоки вероятность там смещается в нашу сторону все такое но тем не менее слушайте мы все-таки больше здесь в долгосрок прогнозируем глобальные тренды поэтому если вам нравится крипто контент и вы умеете ждать то ставьте лайк подписывайтесь на канал жмите на колокольчик и пишите что вы думаете ну что мы видим биток не удержался вот где он тут стоял тут у нас была долгая долгая лимитная сборка зажат он был здесь как в тиски на уровне тридцать девять тысяч тридцать девять сто тридцать девять двести и после этого мы видели хороший такой пролив это у меня минутный таймфрейм открыт на trdr ки я могу поставить и четырех часовик чтобы было более понятно вот здесь мы видим что ничего толком еще даже не произошло пролив этот тоже несущественен и вот если мы вернемся на трейдинг 30 минутки да у нас у нас был вот такой памп и дамп барт симпсон потом меньше памп и дамп то есть снижение волатильности вот здесь мы не естественно стояли то есть крупный игрок зажал цену лимитками и сейчас ее отпустили отпустили для чего ее вниз конечно же для до набора позиций мы с вами это должны понимать но тем не менее мы тут всегда с вами тузыму ним на канале и как бы в долгу это мы побеждаем это понятно в долгую лонг побеждает если вы посмотрите вот недельный таймфрейм на биток то в долгу тут очевидно абсолютно что тренд восходящий но только слепой этого не видят на и все время каждый раз все думают что это конец что вот это конец что вот то был конец вот видите там даже не видно но в итоге мы улетаем еще выше учет думаете вот здесь не думали люди что это конец думали конечно когда мы упали с 200 на 100 долларов в итоге улетели на 1200 вот здесь не думали что это конец тоже думали улетели на 20 тысяч и вот здесь думали что это конец когда был коронадамп и кстати вот об этом я хочу с вами поговорить сейчас более детально. Ребята, сегодня 13 марта. В этот день, ровно два года назад, случился коронадамп. И хочу вам сказать то, что история не повторяется, но она рифмуется. И нам надо с вами учиться у истории. Поэтому давайте взглянем на то, как это было и поймем, чего нас может ждать, в принципе, с вами. Смотрите, ну, на недельке мы видим с вами, что Money Flow у нас глобально всегда очень хорошо показывал бычьи рынки и медвежьи. Бычьи и медвежьи, да, и сейчас у нас бычий. Но, кстати говоря, сейчас, прямо сейчас, вот он похоже, что собирается в медвежку, вот здесь, на недельке Money Flow. Но пока это не подтверждено. Он загорается красненьким, потом снова зелененьким, так на протяжении всей недели. Смотрите, какая интересная вещь была во время ковид-дампа. Вот у нас с вами ковид-дамп. Тоже никто не ждал. И я приблизил и офигел, что на самом деле мы были уже в бычке. Я сначала хотел сказать, что мы были уже в медвежьем рынке, все понятно, типа, еще в медвежьем рынке, типа, вот он был, длинный медвежьи рынок. Но на самом деле по индикаторам мы были уже в бычке. И посмотрите, что здесь было. Здесь Money Flow сменялся вот так, как сейчас, прямо с зеленого на красный, зеленого на красный. И потом только мы выстрелили. И, кстати говоря, Corona Dump уже не, даже не задел индикацию Money Flow, поскольку это был абсолютно манипулятивный, просто скотский сквиз на BitMEX и на всех остальных биржах. Потому что на BitMEX пошел каскад ликвидаций. И на всех остальных биржах тоже он случился. Но и что же делать, спросите вы? И у меня нет на это однозначного ответа. Давайте просто подумаем вместе. Надо быть готовым ко всему. Я вам часто это говорю. Даже несмотря на то, что мы с вами тузымунеры и в долгую лонг побеждает, надо быть готовыми всегда, что может быть. Вот сейчас у нас с вами, видите, мы дважды отверглись от недельной сетки. Красный Money Flow начинается. Возможно, что сейчас мы возьмем и улетим куда-нибудь туда, как говорил товарищ Рафаэль. И не только он, кстати. Всем привет. Большой медведем, кто, у кого хватает отваги и вообще мужества шортить растущий рынок биткоина. Вот. Я тоже иногда шорчу, но в основном альты, перекупленные альты. Об этом говорю публично, так что вы знаете. Доджкоин по 1200 Сатоши как миленький шортился. Вот. Но не об этом сейчас. Речь о том, что сломает ли нам это более долгосрочную бычью картину, если так будет? Нет, не сломает. Мы всегда можем оттуда отскочить V-образно и полететь наверх. И улететь гораздо выше. Чем ниже биткоин упадет, тем легче чем он будет улететь выше. Но в краткосроке мы должны себя обезопасить с вами от слива денег, от слива всего депо. Понятно, что если вы торгуете, вы в любом случае сливаете деньги иногда. Вы не можете торговать только в плюс. Если вам кто-то рассказывает, что он торгует только в плюс, это конченый мошенник из камер. Не бывает такого. Если вы торгуете, какая бы у вас система риск менеджмента не была, вы либо стоп-лоссы ловите, либо сами закрываете руками иногда минусовые сделки, либо вас ликвидируют на небольшую часть от вашего банка, что тоже равносильно стоп-лоссу. Но вы в любом случае иногда теряете деньги. Вы это, наверное, понимать должны, если вы идете на рынок, что вы будете терять. Соответственно, вы должны больше зарабатывать, чтобы быть в итоге в плюсе по сравнению с тем, сколько вы теряете. Смотрите, какая интересная вещь. Похожая ситуация совершенно. То уже был типа бычий рынок. Ровно два года назад, ковид-дамп, 13 марта. И я вам рассказываю, как я себя вел тогда. Я тогда решил вот в этот момент, что все, вот в этот примерно момент, что все, рынок бычий, и мы уже пошли, как говорится, обратно наверх. И сильно ниже вот этой сетки мы не упадем. Так думал я. Потом, смотрите, наклонка, как сейчас. Упали ниже сетки, пробили сопротивление. И, внимание, не закрепились, не закрепились на сетке и упали вниз. Посмотрите, как быстро сетка после ковид-дампа развернулась и развернулась обратно. То есть это говорит нам о том, что это была абсолютная манипуляция. Но она была. Она имела место быть. И ликвидации, и потери, и стоп-лоссы все здесь сработали. Единственное, что биржи не давали и обменники локальные закупиться по такому нормальному курсу. Но, кстати говоря, Bybit дала. За что большой респект биржи Bybit. Я с тех самых пор на ней еще активно торгую. Сделки пока здесь свои держу. Просто вам хочу рассказать, что тогда было. Короче, ковид-дамп. У меня днюха. 13 марта, прикиньте. Вот сегодня у меня днюха, кстати, можете поздравить. Я просыпаюсь и вижу такую вещь, что вот эта вот свеча. Давайте приблизим на нее поближе, чтобы на дневках хотя бы посмотрим, как это выглядело. Чтобы понять, чего нас может ждать, если будет сейчас такой ковид-дамп. Еще раз дисклеймер. Я не говорю, что он будет. Не факт, что он будет. Просто он может быть. Ваша стратегия, скажем, должна быть готова к тому, чтобы вы не слили все деньги. Если такой черный лебедь будет, вы должны жестко ограничить свой риск. Понимаете? Чтобы у вас осталось хотя бы в самом гемблерском раскладе хотя бы половина, на которую вы потом можете обратно все это вернуть. Но это тоже гемблинг лучше. Риск ограничивать там 5-10 процентами от банка максимум. Вот. Короче, какой был расклад? Я просыпаюсь, вижу, что у меня ликвиднуло где-то, не помню, 25 эфиров, по-моему. Минус 25 эфиров. Думаю, ёп твою мать. Ну, прикиньте, это даже тогда была сумма большая, хотя эфир тогда стоил что-то там, не помню, сколько. Ну, в общем, я доусреднялся. Ну, понятно, что часть этого была из профита, но все равно в минус я улетел хорош. Короче, кругленькую сумму тогда меня ликвиднуло. Несмотря на вот эту желтую точку, кстати, падла, смотрите, на дневке, желтая точка, она потом-то отработала. Потом, смотрите, биток по 6500 купить, ну, сейчас как бы это, вы только мечтать об этом можете. Вот туда уже с высокой долей вероятности он никогда не вернется. Но мы сходили ниже. И вот это мы сходили ниже, оно всегда может быть. Поэтому смотрите. Я просыпаюсь сначала с осознанием того, что пипец меня ликвиднуло, блин, 25 эфиров и 0.25C. А после этого я понимаю, что сейчас можно купить биток по 4000 снова, который мы ждали с вами. Вот он был по 3300. И эфир по 90 долларов. И я бегу на BitMEX. BitMEX лежит, зависает, не открывается. Я бегу на Binance. Binance вообще не открывается. Я иду на Bybit. Bybit работает. Я беру лонг по эфиру по 90 баксов, чуваки. Прикиньте, по 90 баксов. Френ знает в каком огромном плече для меня. Я не помню уже. Сейчас. Где это? Давайте посмотрим. Эфир USD. Во, ковид дамп. Во! 86 баксов он сходил. Bybit, за что им большущий респект еще дал взять лонг по 90 там с чем-то баксов. Я взял этот лонг в огромном плече, отбил вот на этом вот движении на 100 с чем-то баксов. Я тут уже полностью разгрузился, вышел, потому что страшно было. Ну вот здесь, вот здесь точно я полностью вышел. На вот этом вот движении за пару дней я отбил практически всю свою потерю. Ребята, это опасный трюк. Дисклеймер. Не повторять это дома. Только профессиональные хомикадзе могут так делать. Но, тем не менее, я воспользовался этой возможностью и отбил свои потери. Поэтому, если вы трейдер, если вы инвестор, то вам вообще это пофигу. Ну вы переждали сколько там. Я знаю одного чувака, который даже не видел вот этого всего. Он инвестировал, короче, прикиньте, где-то, ну положим вот здесь условно. Да? Или даже, может быть, вот здесь. И не видел всего этого. А потом через полгода или год зашел, такой говорит, о, нифига себе, как все отросло. А представляете, вот здесь что бы с ним было? Он бы просто все продал, если бы он трейдил в минус. Поэтому, да, я благодарен судьбе и Bybit за такую возможность. И когда я понял, что это такой подарок на день рождения просто, я все это откупил и полетел в космос. И уже понятно, что спотовую позицию я держал, добирал здесь. Вот эти свечки я помню хорошо, я здесь трейдинг-марафон запустил как раз. Как разогнать там из 200 баксов, там разогнал, да, не помню, дать там десятков тысяч баксов за вот этот bullrun. Но на бычьем рынке-то легко разгонять, понимаете? Покупай себе от поддержки и едь, и разгружайся на пампах. Вот, но сейчас, ребят, момент спорный, еще раз говорю. Да, на дневке у нас красный money flow наоборот подходит к концу. И уже по всем многим метрикам мы как бы трижды перепроданы. Уже пора бы, как говорится, нам и честь знать, вот у нас треугольник. И пора бы уже как бы и на to the moon. Но это все наши хотелки, ребят. Это все наши хотелки. Да, похоже сейчас вот на эту ситуацию, но мы можем еще и дипануть перед этим. Помните, что любой памп начинается с хорошего дампа. Посмотрите, как началось вот это движение с хорошего дампа. Вот это движение с хорошего дампа. Может быть, нас сейчас ждет еще один последний хороший дамп, и потом мы пойдем наверх. Причем как и по эфиру, так и по биткоину здесь ситуация практически идентичная. Вот. Желтая точка, которая здесь была, многие скажут, она, наверное, уже отыграла. Мы сходили с 20 до 9 на 69. Мы сходили с 30 тысяч на 69. Да, но я думаю, глобально она еще не отыграла, ребята. Вот так, как вот эта точка, она еще только отыграет. Поэтому даже если мы упадем ниже и потом отскочим, я думаю, что будет восстановление очень сильное, очень мощное. Вот. Ну и потом, слушайте, альты к биткоину на самом деле неплохо шевелятся. Если вы посмотрите тот же Ripple, тот же Dash, тот же новые альты, всякие, NIR там. Я сейчас долго не буду на это отвлекаться. Мы потом обязательно с вами устроим лайфстрим в ближайшее время и посмотрим на все щиткоины. Но в целом я вижу в них силу. В целом я вижу в них силу. Я вижу манера отпрыгивает неплохо очень наверх. Ripple. И это мне говорит о том, что крупный капитал не выходит в кэш, в тезер. Он выходит в альты. Когда биток дампится, он выходит в альты. И несмотря на то, что доминация причем растет, смотрите, это то, о чем я говорил. Помните, что доминация BTC может расти и будет расти. Тем более у нас тут с вами на месячном желтая точка и дивер. Она будет расти. Но при этом это не помешает расти отдельно взятым альтам, типа лайткоина, там Dash и того же. Потому что они не настолько перекупленные. Их вообще, их тут даже не видно будет. Это будут дампить всякие перекупленные альты. Я не знаю там сейчас какие, но условно говоря, там Shiba, Solana, Matic, Avax и прочее. Как бы, может они еще подрастут сейчас, но в целом их будут дампить. И доминация будет пампить. Но сейчас, я думаю, что может быть даже и вот так будет нырок последний вальт сезон. И потом Tuzamun по битку уже в плане медвежий рынок, в плане Tuzamun по битку к альтам. То есть можно будет на медвежьем рынке смело шортить альту к битку и зарабатывать больше битка. Но об этом сделаю следующее видео. А сейчас, да, ребята, могут очень сильно сквизануть. Но глобально, я вам напоминаю, если вы даже будете медведить, то биток всегда у нас с вами ультимативно от месячной сетки EMA Ribbon на дне медвежьего рынка отскакивал. Ну вот ковид дамп нас сквизанули еще сильно ниже, если вы посмотрите. В ковид дамп мы упали на 30% ниже, чем сетка, но отскочили сразу же. И в принципе весь этот ковид дамп, он, конечно, был суровый. Мы упали на почти на 60% по битку и там на 75-80% по многим альтам. Так что смотрите, сейчас такой расклад. Если мы в бычьем рынке, то мы должны удержать верхнюю границу сетки и полететь в космос, чего я, собственно, и жду. Но если мы окажемся в локальном медвежьем, то следите за нижней границей сетки. Это сейчас примерно уровень 22900, ну где-то там 23 тысячи долларов. Если вдруг такой вариант будет, просто будьте готовы, имейте в заначке кэш или не берите сейчас большие плечи, чтобы все это дело откупить. Статистически такой план отработает, друзья. А у меня на этом все. Спасибо, что смотрели. С вами был Гриня. Это канал CryptoComments. Надеюсь, что я сейчас закончу этот ролик и все отпрыгнет обратно за To The Monet, потому что... Ну сколько можно-то уже? Сколько можно видеть настолько недооцененный биткоин? Мы-то с вами понимаем, в чем его ценность. Напишите в комментарии, понимаете ли вы, в чем ценность битка и какой сценарий вы ждете в ближайшее время. Все, всем профитролей и до следующей встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok